Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%. Подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от профилактической иммунизации. О ситуации с коронавирусом в Березняках мы решили поговорить с тем, кто каждый день сталкивается с этой страшной болезнью. С нами на связи участковый терапевт 1-й городской поликлиники Толбаева Наталья Владимировна. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Владимировна, расскажите, пожалуйста, какая ситуация на сегодня в вашей поликлинике? Сколько человек болеет, сколько уже привились? На сегодня в городе Березняки по стационару заболевших 286 человек. В поликлинике 417 больных COVID-19. На сегодня такие цифры. Привитые сегодня от COVID-19 первые вакцины 34 369 человек, полностью вакцинацию прошли 28 391 человек. Как по вашему мнению, нынешняя вольна заболевания чем-то отличается от предыдущих трех? Чаще заражаться стали более молодые люди и болеть более тяжело. Появились больные тяжело дети с тяжелыми постковидными последствиями. Поэтому это заболевание очень коварно и прививаться необходимо. Наталья Владимировна, что же лучше, переболеть или провакцинироваться? Вакцинирование – это уже лечение. Если человек предупрежден, то он уже вооружен. Это так говорят всегда в России. Предупрежден, значит вооружен. Необходимо, чтобы иммунная система была уже подготовлена к встрече с врагом. И тогда вы не заболеете, а если заболеете, то будете переносить заболевания легко. Спасибо за подробное разъяснение. Чтобы вы посоветовали березняковцам в такой непряженной ситуации по заболеваемости? Я бы хотела, чтобы в березняках люди привелись так же, как прививаются в Москве и других наших столичных городах, которые все люди, которые грамотно относятся к своему здоровью. Все мы прививаемся, если необходимо, от клещевого энцефалита. Причем эта прививка от клещевого энцефалита является живой, очень тяжелой. Ее мы прививаем обязательно. И она для нас необходима. Все знают, что привившись от клещевого энцефалита, человек может заразиться клещевым энцефалитом, если его укусит зараженный клещ. Но он не получит паралич, и он не умрет. Точно так же действует прививка от ковид-19. Она предотвращает тяжелое течение, но не предотвращает заражение. Поэтому ношение масок нельзя прекращать и в общественном транспорте, в магазинах, на остановках даже, возможно, необходимо соблюдать меры безопасности и носить маски. Спасибо за полезные советы и полную информацию. С нами на связи была участковая терапевт Первой городской поликлиники Толбаева Наталья Владимировна. Еще раз благодарю и до свидания. Продолжение следует...